Приветствую всех на канале Алкофан, меня зовут Дмитрий и сегодня при поддержке нашего партнера копти.ком.ю я начну делать свиной балык горячего копчения. Изучив тему приготовления свиного балыка в домашних условиях, я пришел к выводу, что нужно сделать два вида засолки. Первый вид это будет сухой, второй вид это мокрый. Потом в итоге мы сравним эти два балыка. Мокрый способ засолки заключается в том, чтобы балычок мясо свиное залить раствором из соли. Но не такие пропорции. На 1 литр воды взял 100 грамм соли, 10 грамм сахара. Смешал, растворил, вскипятил, остудил. Кладем мясо в посуду и заливаем раствором. Раствор должен покрывать все мясо. Сухой способ засолки заключается в том, что мясо нужно хорошо промыть. Обсушить его салфетками и обильно обтереть солью. Для приготовления домашнего балыка я взял мясо из спиной части свинины, так называемый биток. В обоих случаях мы ставим мясо под гнет. Свиной балык, который сделан мокрым способом, мы каждый день будем его переворачивать. Балык, который сделан сухим способом, мы будем каждый день сок, который выделяется, сливать. Ставим в холодильник при температуре 2-4 градуса на 5 дней. Прошло уже 6 дней. Балычок просадился, теперь его нужно хорошо промыть. Лоточек у меня стоял в холодильнике под таким наклоном. Сок стекал и я каждый день его сливал. А это мясо я его переворачиваю. Промыть нужно хорошо и тщательно. Далее я беру шпагат, со всех сторон его обматываю и подвешиваю на шворочку. Главное, чтобы на сквознячок, пусть он подсохнет, может день, может два. Буду смотреть по самой структуре и консистенции мяса. Скажу, что сухой посыл, конечно, мясо больше обезвожил и также обесцветил. Дальше на шворочку. Мясо провело на шворочке два дня на сквозняке. Днем температура была 25-26, ночью 17-18. Подсушилось, немного подвянялось. Заряжаем коптильню и начинаем коптить. Коптить я буду на ольховой щепе. Мясо по структуре стало плотное. Соль вытянула воду, она еще подсушилась. Поэтому будем его коптить по рецепту два часа. Это будет происходить два этапа. Закладываем, коптим час, потом вынимаем опилки водоревшие, моем крышку, закладываем новые опилки и еще коптим час. Закладываем, как всегда, два камешка в желудке затвора, чтобы крышка была под наклоном и нагар, который будет на крышке, скапывал на стенке коптения. Поддерживаем примерно средний огонь и равномерный под коптильни. Дым пошел из трубочки коптильни, засекаем полчаса и потом проверим крышку коптильни на количество нагара. Если его будет много, то мы ее промоем. Прошел ровно полчаса, проверяем крышку на нагар. Как видно, нагар есть, он будет капать на наши продукты и они будут черные. Его лучше просто смыть. Прошел час копчения, открываем коптильню, смотрим и решаем, коптить еще час или хватит. Ну, как по мне, красивые полочки. На вид, все красиво и готово. Давайте сделаем разрез и проверим. Он готов. Мясо нормальное. Видно, что уже хорошее. Согласно рецепту, по которому я делал этот балык, его нужно было коптить 2 часа. Но, скорее всего, это были рассчитаны для другой коптильни. Учитывая эту коптильню, скорее всего, была другая температура, другие условия. И за час он хорошо приготовился. Я сделал разрез. Мясо готовое, хорошее. Ждем еще часика 3-4, пусть он остынет, дым. Все эти вкусности пропитаются и мы его попробуем. Уважаемые подписчики, начинаем дегустацию балыка. Пролежал он у меня, отдохнул. Не 4 часа, как я говорил, а 6 дней он лежал у меня в холодильнике. И каждый день немножко подрезал, пробовал. И вы знаете, с каждым днем он все вкуснее, ароматней, насыщенней. Начнем дегустацию. Буду дегустировать вместе с домашним своим пивом. Интерный эльф. Сначала выпить пивка, потому что везде не работал физически, и под вечер именно домашнее пиво самое то. Освежился. Итак, балычок. Это у меня балык, который замачивался мокрым способом. Мокрая засолка. Как видно, мясо нежное, львется хорошо, сочное, на вкус. Очень похоже на именно такой балык, который можно купить в магазине. Именно по структуре самого мяса, по сочности. Ну а по вкусу, по аромату, конечно, тут хороший дымный копченый запах. Ну, ничего сказать больше не могу. Просто вкусно. По поводу соли. Точка. Именно точно. Я брал рецепт с одной книжки. Именно вариант засолки и пропорции соли. То очень хорошо подобрано. 100 грамм соли и 100 грамм сахара равна 1 литр воды. Работает. так, а теперь балык с сухой засолки. По структуре он немножко плотнее. аромат такой же, на вкус. Жёстче и солонее, здесь больше соли. Если мог засолить именно соль в точку, скажем так, средней, она чувствуется, но её немного не меньше, она как раз именно подчеркивается вкус, то в сухом немного её больше. По итогу этого рецепта я хочу сказать, что булык, который делается способом мокрой засылки, получился сочнее, вкуснее, мясо у него мягче и структура больше похожа на тот булык, который именно можно купить в магазине. Ну, вкус и аромат, это, конечно, отдельный разговор, он просто прекрасный. По поводу булыка, который делается способом сухой засылки, он получился жёстче, соли там чувствуется больше, скажем так, он на любителя. Под пиво пойдёт, а в чистом виде в бутерброд или в салат его вряд ли можно положить. То есть, в коптильне горячего копчения, которое есть у меня, вполне можно приготовить приличный булочок из свинины, имея немножко фантазии и хороший рецепт под рукой. Кого заинтересовала данная коптильня, то внизу под видео будет ссылочка на сайт kopti.com.ua. Это наши партнёры и спонсоры данного рецепта. В этом магазине работает парень Денис, который вам поможет подобрать коптильню, которая вам будет максимально удобна для вашего дома или же дачи. Спасибо вам всем за внимание. Ставим лайки или же дизлайки. Вступаем в группы на канал, делаем подписку. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok